Всем привет! Продолжаем рассматривать картины и их описание. Опубликованные книги, сокровища искусство, картины знаменитых мастеров художественной репродукции в фотографиях, перевод и дополнение под редакцию Александра Бенуа, издательство 1904 года. Анджело Ди Казино, прозванный Бронзино, флорентийская школа, портрет у Галины Мартелли. По флорентийскому искусству 16-го столетия, после смерти Андрея Дель Сарта, мы встречаем, если не считать Микеланджело, жившего в обособленном время, всего лишь одного крупного живописца – Анджело Бронзино. Но область его деятельности была ограничена. Он выказал себя первоклассным мастером только по части портретов исторической живокартины, почти так же манерной и сухи, как и произведений других современных ему флорентийцев. После ряда тяжких революций, одна за другой волновавших несчастную Флоренцию и восстановления в ней власти Медичи, возвратившихся в этот город неограниченными титанами, в нем уже не могло процветать свободное великое искусство. Потомки многочисленных знатных фамилий, уже не участвуя в управлении республикой и не находя применения своим способностям упавшей торговлей промышленности, пустились, если не влачили своей жизнью в изгнание, заниматься литературой и художествами, к чему были приохочены своими учителями-гуманистами. В кругу этих высокообразованных аристократов портретная живопись нашла благоприятную для себя почву, и мы обязаны Анджелу Бронзино целым рядом их изображений. Один из лучших портретов работы этого художника, воспроизведенного в нашей гелиагравюре, представляет молодого Галина Мартелли. Черты этого юноша почти безобразны, тем не менее, по выражению лица и благородству позу он чрезвычайно симпатичен. Перед ним лежит раскрытый том Илья де Комера, которого он обожал, а в глубине комнаты стоит намек на его любовь к искусству, статую Давида, работы Донателло, почти сто лет перед тем для одного из предков у Галина. Ну вот такое описание картины. Я нашел книги издания 1904 года. Сокровище искусства, картины знаменитых мастеров, художественной репродукции, фотографюрах, Баде Кнампа, перевод и дополнение под редактой Александра Бенуа. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok